Подойти к машине, здесь будут лежать подписные листы с ручками. Я надеюсь, мы все подпишемся и отправим высшестоящие органы государственной власти, чтобы они обратили внимание на наш славный город. Значит, читаю. Мы, жители города Лосино-Петровский, пришли на этот митинг, чтобы донести до высшего руководства страны нашу единую позицию о катастрофической ситуации в нашем городе. Мы видим, что при населении в 22 тысячи человек в городе Лосино-Петровске официально проживает 9 тысяч мигрантов. Если учитывать не входящую в состав города, но непосредственно прилегающую к его территории бывшую птицефабрику, то эту цифру можно увеличить в два раза. То есть в 40 километрах от Москвы большинство взрослого мужского населения составляют люди, живущие другой в системе нравственных ориентиров. Причем речь идет не о другой культуре, а о другом бескультуре. Мы констатируем, что органы местного самоуправления в нашем городе решают какие угодно задачи, кроме тех, которые волнуют жителей. Система местного самоуправления в Лосино-Петровске служит отбору в государевые люди, нечистоплотных коммерсантов, преступников, карьеристов. Процветает кумовство и раздача преференций своим людям. Завершает картину тотального развала и безответственности ситуации в Лосино-Петровском отделе полиции. Недокомплект сотрудников, проволочки с приемом заявления от граждан, разгул уличной преступности, этнического характера, безнаказанность вороватых чиновников составляют нас, простых людей, один на один против неуважающих закон мигрантов и чиновников. Мы требуем от городской администрации обнародовать информацию обо всех предприятиях Лосино-Петровского, использующие иностранную рабочую силу, включая имена всех собственников. Разобраться, наконец, с нашими Лосино-Петровскими черкизонами, комбинатом и птичкой. На протяжении года еженедельно проводить рейды федеральной миграционной службы в городе, увеличить численность городского отдела полиции минимум в три раза, всем не имеющим жилья сотрудникам полиции предоставлять муниципальное жилье с последующим, после десятилетнего срока службы переходов в их собственность, прекратить создавать препятствия, создаваемые жителями города, добровольно-нарожной дружине и обеспечить дружину необходимыми ресурсами, в том числе и финансовыми, Оставив надежду дождаться решения наших проблем от местной власти, мы, участники митинга, обращаемся непосредственно к президенту России, гаранту нашей конституции, Владимиру Путину, как гаранту наших конституционных прав. Владимир Владимирович, в погоне за своими корыстными интересами недобросовестные чиновники из Лосино-Петровского готовы поставить на карту межнациональный мир, жизнь и здоровье граждан России. Просим вас восстановить российский суверенитет и верховенство закона в Лосино-Петровском. Просим вас лично обратить внимание на творящийся в Лосино-Петровском беззаконие, заставить полицию и администрацию выполнять свою работу и переложить все силы, чтобы не допустить перерастания сегодняшних проблем в конфликт, но на межнациональной почве. Вы поддерживаете такую резолюцию? Вы поддерживаете такую резолюцию? Я не вижу ваших рук! Вы поддерживаете эту резолюцию? А сейчас, заканчивая наше мероприятие, подходите, пожалуйста, к данной машине для того, чтобы подписаться от этой резолюции. Завтра же это письмо будет передано в администрацию президента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова